Всем привет! Мы находимся в центре Махмутлара. Мы сегодня гуляли и идем сейчас домой. У нас замечательная погода. Почему не надо? Дай я тебе покажу тоже. Ну покажи, как ты ездишь. Сегодня он у нас налегке. Я его не нагружала. Ну давай, давай! Ну, а ты что, ездить не умеешь? Эй! Машина, метр еду, два несу. Давай, давай, давай! Мы сейчас находимся возле почты. Она закрыта, работает до пяти часов. И вот такой у нас город. На почте оплачивают счета за электричество. А вот воду, мы уже давно не платили. Но воду, по-моему, как и было в Белиде, в мэрии. В бывшей мэрии, по-моему, там. Сейчас же у нас все Алания. Вот я не в курсе. Мэрия, наверное, не сохранилась, раз все один город. У нас теперь общий мэр. Но это, наверное, администрация района осталась. А сейчас покажу. Вот такие телефонные водки. Они есть разные. Есть вот такие вот старого варианта. Есть уже посимпатичнее, новые. У меня как раз интернет от почты. У меня карточка с интернетом. Я уже про него рассказывала. 4 гигабайта быстрых. Дальше медленных. Но этих медленных как бы хватает для общения. Единственное, что невозможно смотреть видео. Ну, как невозможно. Просто надоедает долго ждать, когда оно открывается. Гораздо проще пойти в коем-нибудь кафе, где есть Wi-Fi. Посидеть там и все видео посмотреть. Фотографии открываются нормально. То есть, как бы меня это устраивает. Здесь у нас кофейня открылась. Я там была. Так и не попила я там кофе. Ну, так немножко посветлее. А я не попила я там кофе, потому что... Потому что меня очень смутили цены. Я не думаю, что чашечка кофе там реально столько стоит. Хотя я не любитель кофе. Я кофе не пью. Может, я просто не знаю настоящих цен на настоящий кофе. Вот такая кафешка. Ей здесь не было. Это новенькое. Такие цветные столики. Возле нашего памятника Махмутлара с апельсином. Это же у нас апельсиновый рай. На самом деле так. Вот он. Вот он так. А как же сделать его светлее? Ну, никак не получается. Я вот так войду. Вот. Вот наш апельсинчик. И вот такие будочки, которые я уже вам показывала. Это Мэрия Алани. Я решила вот так вот. В этом году украсить лотки, где делается же выжить сок. Магазинчики мясные уже работают, открыты. Они, в принципе, и зимой работали, но у них уже должен был появиться новый товар. Ресторанчики, кафе. О, нам даже музыкальное сопровождение. Это кондитерская 4. Мы здесь были летом, кушали мороженое. И после этого успешно у меня дети все свалились с ангиной. Поэтому я как бы сюда не захожу, потому что дело может быть не только в мороженом, а в том, что... Не в том, что оно холодное, а в том, что оно неправильно. У них там открытая граница. Или... В общем, короче, мужчина меня предупредила, чтобы открытое мороженое я здесь летом не брала, потому что в нем много микробов может быть. Все-таки надо учитывать регион. Жарко и летом все-таки лучше брать закрытое мороженое. Либо в проверенных местах. Хотя мы первый раз так попали. Мы уже действительно просто дети слишком его много съели. Но я что скажу. Здесь все время очень много народу, но мне, например, и выпечка тоже не понравилась. Я попала на несвежую. Эртанчик, пошли. Давай. Помогает ему выехать. Что хотите, Рафиум? Опа. Тешекер бери. Сау. О, хо-хо-хо. Реально? Импосибл. Что? Фримания импосибл. Мое любимое отделение ТЭП-банка. Турк Экономи Банк. Местный небольшой банк. Но имеют в виду, что турецкий. Магазинчики, товары, товары. Но конец апреля, начало мая. Самые высокие цены. Чтоб вы знали. Какая-то афиша порванная. Мам, я куда еду. Едь, едь. И рынок у нас сейчас достаточно дорогой. Если даже не сказать очень дорогой. Потому что приезжают первые туристы. Они голодные хотят фрукты. А наши местные голодные хотят денег. И поэтому первых туристов бедненьких обдирают, как липок. Еще увидела двор с розами. И там тоже. А вот сзади, с такой бордовой вставкой, это комплекс Терадезир. Мы когда-то там жили. Очень достойные квартиры. И у меня дочка там посадила мушмулу. Дерево мушмулы. Еще три года назад. И постоянно просится у меня сходить посмотреть. А это все офисы строительных компаний. Или компании, которые занимаются продажей недвижимости. Здесь их как грибов. Как и домов. Столько и компаний, которые занимаются продажами. Нужно очень осторожно и осмотрительно выбирать, к кому вы будете обращаться. Посмотрите, какая красота. Здесь весь-весь двор. Вот в такой красоте. Очень красивая. Мы подошли к большому Мегросу. Сынули, конечно, просто туда. Но если мы пойдем, то мы не успеем. Виолетта встретится со школой. Она может разволноваться, если придет, постучит и никто не откроет. Опа, он уже пошел. Нет, дорогой. Сегодня мы туда не идем. Людей, как видите, много. Все одеты по летнему. Потому что у нас действительно настоящее лето. Так, и здесь сейчас, вот за этими домами высокими, у нас море. Но мы туда не пойдем. К сожалению, это будет в следующий раз. Новые постройки. Очень интересные. Очень быстро выросли. Эртанчик, стой, здесь дорога. Здесь дорога, стой, там машины. Ты давай слазь. Очень симпатичный ресторанчик. Как-то я здесь, по-моему, кушала даже. Ничего сказать не могу. Плохих воспоминаний нет. Значит, все было замечательно. Потому что очень во многих ресторанах уже побывали. В некоторых только по одному разу. Потому что ресторанов много, либо просто было дорого. Есть две причины. Либо невкусно, либо дорого. Первый люксовый такой комплекс из четырех блоков. Алден. Очень достойный. Это невозможно. Мы как черепахи продвигаемся. Потому что ему везде нужно заехать. Вот так выглядит Мегрос с этой стороны. Это овощной магазин. К сведению туристов, в магазине цены выше, чем на рынке. Иногда значительно выше. Эртан, иди сюда, пожалуйста. Очень любят съезжать с горок. Все горки теперь будут наши. Поэтому, значит, в субботу в центре, во вторник, между домами... Вторничный рынок, как вам объяснить? Возле... Возле Алдена 4... Ну, мы сейчас будем идти, я покажу, где вторничный рынок. И, значит, по вторникам там будет рынок, и это будет намного дешевле. Еще один очень дельный совет, очень дельный, который поможет минимизировать ваши расходы. Лучше вы на что-то другое потратите эти деньги, меняйте деньги и покупайте за турецкие лиры. Потому что, если вы подойдете и спросите, например, клубника, сколько вам скажут цену, если у вас сначала спросят в долларах, вы платите или в лирах, а потом скажут, что вот цена написана как раз в долларах, а она там написана в лирах, а доллар сегодня 2,6. Ну, вот считайте, вы в 2,6 раз просто переплатите. А то, что рассчитывать на совесть местных продавцов, не приходится, на вас зарабатывают. Ну, это нормально. Они потом за эти деньги живут, то есть это должны вы сами предусмотреть. Я очень часто вижу, как и в автобусах тоже рассчитываются люди долларами. Не стоит этого делать, меняйте деньги, не ленитесь, меняйте деньги. Вот такое изобилие у нас уже. Мушмула, вот эти вот дыньки попина, очень полезные, очень вкусные. Нектарины уже вижу. Это зеленые сливы. Зеленые сливы здесь, кстати, едят, макая в соль. Но я не ем, у меня ужасно потом болят зубы. А муж у меня привык. Здесь вообще как-то все фрукты принято начинать съесть зелеными. Я сначала меня удивляла, почему на рынок выносят зеленые. Я думаю, кто их ест, то, оказывается, едят. Первый свежий урожай очень любит есть. Вот сливы едят с солью. Аптека Аксой. Здесь работает русскоязычный парень. Он хорошо говорит по-русски, мы постоянно к нему обращались. Потом еще покажу одну аптеку, где работает замечательная девушка. Она недалеко от нас находится, поэтому сейчас мы входим туда. Тоже говорит по-русски, очень приятная. Это наш любимый детский парк, но нам сейчас не до парков. Мы идем домой. Виолетта уже, наверное, стоит под дверями. Надеюсь, она поймет, что мы гуляем. И просто тоже кинет портфель возле двери. Здесь ничего с ним не случится. Кинет портфель возле двери и пойдет гулять. Я думаю, что она даже будет счастлива, потому что я ее за некорректное поведение с мамой... Ой, наверное, не надо было говорить, обидеться. Запретила одной гулять во дворе. Прости, Витолик, проболталась. Она у меня вообще девочка очень хорошая, просто замечательная. Но как у всех детей в этом возрасте, у нее появляется свое собственное я. Иногда очень-очень с претензией. А так она замечательная просто. Я скоро сниму новую тренировку нашу по теннису. Тогда у нас было всего шестое занятие, шестой час.